Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Настанет день». Двое малолетних братьев вынуждены выживать в интернате с садистскими правилами. Основанный на реальных событиях фильм начинается с выступления президента США Джона Кеннеди в мае 1961 года. Он распинается, что нации необходимо выложиться ради общего дела – отправить человека на Луну и благополучно вернуть его обратно. Следующая сцена переносит в осень 1967 года. По живописной проселочной дороге едет автомобиль, на заднем сидении которого главные герои – братья Элмер и Эрик. Их везут в интернат для мальчиков Гудберг. По прибытии братьев заставляют переодеться в казенную одежду вместо своей и отправляют спать. На дворе уже темень. Во флешбеке они бегут по улице мимо праздных граждан с краденным телескопом. Старший Эрик просит косолапого Элмера бросить коробку, но тот отказывается, несмотря на то, что за ними бежит хозяин. Им почти удается сбежать, когда мужчина ловит воришек. Матери приходится забирать их из социальной службы. Кроме телескопа в сумках обнаружились виниловые пластинки и журналы, в том числе пикантного содержания. Инспектор прямым текстом намекает, что если мать-одиночка не в состоянии справиться с двумя детьми, то за нее это сделает государство. Позже выясняется, что Эрик мечтает о полете на Луну и хотел посмотреть в телескоп на запуск космической ракеты. Но в тот вечер их мать попала в больницу, после чего была уже не в состоянии заботиться о детях. Тогда-то их и отправили в интернат. Утром детей будет суровый окрик завуча Лассена. На сбор дается 10 минут. Все ученики, находящиеся в стенах Гудберга, ведут себя чрезмерно дисциплинированно, подчиняясь давно устоявшимся правилам. Даже ритуал завтрака подчинен строгому регламенту. Дети встречают дружным приветствием директора Хекка. Он представляет мальчикам новую учительницу, госпожу Лиллиан. Новенькие пока не понимают, чем обусловлены местные порядки. Когда их представляют директору, Элмер получает пощечину от Лассена за ответ, что хочет быть космонавтом, когда вырастет. Новеньких определяют работать в поле. Эрик возражает, что брату нельзя таскать тяжести. От этого у него болит деформированная стопа. За что Лассен награждает его пощечиной. Нельзя говорить без спросу. За закрытыми дверями Хекк объясняет Лиллиан необходимость строгости и физических наказаний в стенах интерната. Работая в поле, на перерыве братья не успевают к раздаче бутербродов. Приходится довольствоваться крошками. Местные мальчишки рассказывают им, как проще прижиться в этом заведении. И не питать надежд, что они здесь ненадолго. Чуть позже старшие ребята издеваются над ними, заставляя Элмера лезть на водонапорную башню. Космонавт не боится высоты. В тот же день братья сбегают из интерната, голосуя на дороге. Но первая попутка привозит их обратно. Директор выстроил всех воспитанников во дворе, чтобы отсчитать беглецов. Эрик возражает ему. В качестве наказания мужчина дает ученикам выбор. Или всю ночь работать в поле. Или своими силами наказать провинившихся. Ребята выбирают второе. По очереди бьют братьев. Так достигается единство с обществом. Либо ты часть его, либо оно тебя наказывает. Свидетелями этого становится женская часть педсовета. Но предпочитает не вмешиваться. Однажды ночью после отбоя ребята замечают, как учитель Аксель разбудил и вывел из общей спальни одного ученика. Утром во время подъема учитель видит, что Элмер описался в кровати. За это следует наказание. Мальчик на улице в одних трусах стоит с мокрой простыней на вытянутых руках, пока она не высохнет. После инцидента его отправили на осмотр к врачу, где тот прописал лекарства. Они не помогали. Элмер продолжал мочиться в постель. Эрику приходилось искать все больше сигаретных окурков, чтобы откупаться от старших ребят. Но ему помогали другие мальчишки, которым нравились рассказы младшего об астронавтах. От таблета к Элмеру часто хотелось спать, из-за чего на уроках были проблемы с учителями. Однажды госпожа Лиллиан заметила, что он ничего не записал с доски, зато успел исписать несколько листов своими фантазиями, в которых, среди прочего, упоминались физические истязания в интернате. После чтения сочинения учительница взяла Элмера в помощники. Он стал развозить почту, перестал мочиться по ночам, и ему отменили таблетки. Кроме того, он много времени проводил с учительницей, ответственной за рассылку писем. Богатая фантазия и умение хорошо читать сделали его популярным среди сверстников. Получая скупые письма из дома от родителей, которые их не любили, дети с удовольствием слушали, как Элмер описывает удивительные путешествия вместе с родными по космосу, которым тот грезил. Однажды ночью учитель Аксель пришел, чтобы увезти Элмера, якобы, чтобы тот ему почитал. Эрик вызвался пойти с ними, но получил пощечину. Когда он отправился ночью проверять, что случилось, то застал брата в ванной со спущенными штанами и оттирающего кровь с ног. Прогнав брата, он потерял сознание. Там его и нашли утром. Инцидент вызвал переполох в педагогическом составе, в частности у госпожи Лиллиан. Однако мужская часть полностью отказывается признавать факт издевательства над ребенком. Директор приказывает ужесточить контроль и на этом все. Понимая, что не добьется справедливости от коллег, женщина пытается разговорить Элмера, но тот упорно молчит. И только Эрик проболтался, что виноват вовсе не кто-то из учеников. Позже с проверкой приезжает инспектор, но ребята и в виду не подают, что с ними плохо обращаются. На занятиях по труду Эрик повредил столярную пилу, что привело к травме учителя Акселя. А когда учителя увезли в больницу, директор Хек заметил на лице мальчишки довольную улыбку. Вечером за ужином Эрика вызывают к телефону. Ему из больницы звонит дядя, чтобы сообщить ужасную новость. Врачи не смогли спасти его маму. Он возвращается в слезах за стол и, несмотря на окрики учителей, рассказывает брату правду. У Элмера случается истерика, после которой директор раздает им обоим лещей, сорвав злость за происшествие на проверке. Когда он уходит, Лиллиан подходит к мальчикам и успокаивает их. Вскоре в интернат приезжает дядя. Он привез Элмеру вырезки из газет, но забрать их с собой не может. На оформление документов нужно несколько месяцев, а план с побегом отменяется после разговора с директором. Тот убедил мужчину, что не так-то просто заботится о детях. Дядя по телефону просит госпожу Лиллиан передать мальчикам, что не сумеет вечером забрать их, о чем та сообщает директору. Поймав беглецов, директор с завучем избивают их, прекратив лишь когда появилась учительница. Вдобавок мужчины выставили все так, будто дядя сам отказался от племянников. Когда они утащили сопротивляющегося Эрика, чтобы запереть в подвал, Лиллиан беседует с Элмером, но тот выводит ее из себя, что обернулась пощечиной. На следующее утро женщина покинула интернат. Время переносится на лето 1969 года. По радио рассказывает о полете Аполлона-11. Двое новых инспекторов едут с внезапной проверкой в Гудберг. Их задача убедиться, что директор Хек действительно такой достойный управляющий, каким хочет выглядеть. Дело в том, что его представляют к ордену, а награждать будет сам король Дании. Несмотря на все попытки Хека перенести проверку на потом, инспектора собирают детей и беседуют с ними. Тем не менее, никто не желает рассказывать о порядках, царящих в интернате, даже несмотря на раны, синяки и ушибы. 20 июля 1969 года директор Хек получает благодарственное письмо от короля. В порыве радости он расщедрился и разрешил детям посмотреть по телевизору репортаж о высадке Нила Армстронга на Луну. Эрик в это время мыл машину директора, чтобы получить билет на перевод в другой интернат вместе с братом. Однако ему сообщают, что он останется до совершеннолетия в Гудберге, в трудовой мастерской. В порыве гнева подросток царапает свежевымутую машину. Вечером Элмер бежит по полю, чтобы рассказать брату о высадке. Но возле машины никого не находит, только полоску света, выбивающуюся из сарая. В следующей сцене Эрик лежит в лазарете, избитый до полусмерти. Он не приходил в сознание уже несколько дней. Медсестра показывает Элмеру брата в приоткрытую дверь и говорит, что важно не беспокоить его. Несмотря на это, тот приходит к брату и рассказывает о высадке. Но прячется под кровать, когда к палате подходят доктор и директор. Медик настаивает, что пациента необходимо перевезти в больницу, но для Хека это означает лишние вопросы и репутационные потери. Поэтому он велит оставить все как есть. Позже Элмер просит директора Абадгуле, чтобы посетить музей почты. Хек отпускает его. Однако по прибытии в город он звонит госпоже Лиллиан. Пока он ждет ее, то наблюдает за беззаботной жизнью городской молодежи, среди которых много хиппи. Он просит бывшую учительницу отвезти его в социальную службу к инспектору Хартману, который приезжал к ним с проверкой. Спустя несколько часов ожидания им удается встретиться с его помощником, но тот ничего не может сделать. Показаний мальчика без доказательств мало, а госпожа Лиллиан не является ни опекуном, ни сотрудником интерната. Не получив помощи, Элмер возвращается в застенки, признавшись бывшей учительнице, что теперь знает, что ему делать. Дети решают самостоятельно отвезти бессознательного Эрика в больницу на тележке за 25 километров. Из взрослых дежурит только учитель Аксель, остальные уехали праздновать письмо от короля. Элмер идет в кабинет учителя, чтобы отвлечь внимание, но обманом запирает его. Потом он идет в палату к брату попрощаться. Его время пришло раньше. Космонавтам часто приходится рисковать собой. Элмер достает из фольги и скотча скафандр, ставит на проигрыватель саундтрек из космической Одиссеи и подходит к машине директора с молотком. Он разбивает фары и стекла, велев остальным ребятам позвать взрослых. Педсовет выбегает на шум и видит, как мальчишка в скафандре стоит на капоте разбитого авто. Элмера стаскивают вниз, где Завуч точным ударом сбивает мальчика с ног. Директора зовут к телефону. На него подали жалобу, так что вскоре ожидается проверки. В это время Лассен избивает мальчишку, оставляя следы побоев на лице. Хек прерывает экзекуцию, раскусив хитрый план, и велит забрать Элмера в санчасть, чтобы привести в порядок. Но он убегает к старой водонапорной башне, где забирается на самый верх. В это время ко входу в интернат подъезжает инспектор Хартман с госпожой Лиллиан. Они слышат крики Лассена и вместе с детворой бегут в поле к башне. На ее вершине мальчик в самодельном скафандре видит в небе луну и прыгает вперед к своей мечте, представляя, как летит в открытом космосе. Все ближе и ближе. Где-то здесь мама летает и ждет его. Но на самом деле он упал. Госпожа Лиллиан ждет в больничном коридоре. Выходит доктор и рассказывает, что с обоими братьями все будет в порядке, несмотря на слабость, переломы и сотрясение мозга. Доктор разрешает ей войти, принимая ее за мать мальчиков. И учительница остается с ними в палате. Позже они возвращаются в интернат. Там уже вовсю идет проверка деятельности педсостава. Элмер хочет получить выписные билеты из Гудберга для себя и брата. Директор Хек на прощание говорит, что все это было для его блага. Но мальчик смотрит на него с равнодушием. Попрощавшись с товарищами по несчастью, Элмер уходит. Оставшихся подростков инспектор спрашивает. Никто ничего не хочет рассказать про местные обычаи. Запуганные дети молчат, пока учителя довольно улыбаются. Но вот тот, чей закадровый голос вещал всю историю, поднимает руку. Следом и другие вызываются. Пока на лицах учителей самодовольные улыбки сменяются гримасой осознания масштаба грядущих последствий. В финальной сцене Элмер и Эрик уезжают по той же дороге, по которой приехали в начале фильма. А следом бежит их друг из интерната, махающий на прощание рукой. Его фигура отдаляется все дальше и дальше, пока автомобиль увозит братьев прочь от жуткого места. Финальные титры напоминают, что история имеет под собой реальные основания из 60-х годов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова